Коньки, лыжи, сноуборд. Традиционные зимние активности. А еще бег и разминки на свежем воздухе. Тренировка на улице – хорошая идея, если вы грамотно подготовитесь. В первую очередь наденете синтетическую спортивную одежду. Хлопок здесь не подойдет, поскольку он быстро намокнет от выполнения упражнений. Потом будет долго сохнуть и забирать тепло. На голову подойдет синтетическая шапочка, на ноги зимние кроссовки с хорошим протектором. Перед тренировкой на улице нужна домашняя разминка. На морозе разогреть мышцы будет труднее. Растяжка, бег на месте, прыжки, приседания. Все это можно сделать до выхода из дома. Важно выбрать безопасный маршрут. Избегайте скользких участков и ветреных мест. Из скользких участков, понятно, делаем упражнения какие-то, либо бежим, скользко, подскользнулись, подвернулись, упали, возможно, травмы. Дальше не рекомендуется бежать и уж тем более идти по ветреному участку, в конце тренировки особенно. Потому что ветер очень быстро забирает тепло и есть риск простудиться. Если вы никогда не занимались на улице и решили начать, тренировки нужно вводить постепенно. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к нагрузкам на холоде. Оптимальный старт – 10-минутные тренировки, которые можно увеличивать до 45. Заканчивать тренировки лучше в тепле. Рассчитывать маршрут для бега, либо место для тренировки таким образом, чтобы все это заканчивалось максимально близко к вашему дому, либо к какому-то теплому помещению. Чтобы по окончанию тренировки вы быстро дошли до теплого помещения, поменяли влажную одежду, приоделись, ну и сделали хорошую растяжку. Специалисты не рекомендуют занятия спортом на холоде людям, у которых есть проблемы с сердцем. Всем остальным упражнения на открытом воздухе помогут укрепить иммунитет. Фонд Майя медицинского образования и исследований обнаружил, что зимние тренировки могут снизить риск заражения гриппом на 20-30%. Дарья Козина, Кирилл Рябов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.